значит по поводу ролика гулагу нет последний ролик который они выложили с этими пытками они ограничили к нему доступ причина мне неизвестно непонятно я не знаю там написано что сам автор ограничил к нему доступ не youtube его заблокировал по какой причине они это сделали пока они вроде бы не объясняли ну наверное они скоро пояснят я надеюсь или восстановят доступ к этому ролику на самом деле я вам честно признаюсь после просмотра этого видео кадры оттуда просто не покидают мою голову это постоянно мелькает перед глазами я реально получил психологическую травму вот реально человек я человек который как бы немало видел и как бы две войны и много чего на самом деле видел своей жизни но даже меня это очень серьезно как бы впечатлило и реально моя психика сломалась реально поэтому по хорошему я должен был бы не рекомендовать вам смотреть это но это то видео которое как бы надо посмотреть если вы его не посмотрите если вы тоже не сломаете себе эту психику вы не поймете весь масштаб происходящего в этих российских тюрьмах это надо как бы увидеть поэтому я надеюсь что они восстановят этот доступ к этому ролику и я надеюсь что вы его посмотрите только детям его реально смотреть нельзя детям это ни к чему взрослые это должны посмотреть должны это увидеть чтобы знать как издеваются в этих российских тюрьмах колониях над заключенными было бы хорошо если бы это все еще посмотрели бы европейские чиновники тоже сломали бы в себе себе психику чтобы знали когда они отправляют людей экстрадируют их в россию отдают там когда депортирую тех кто затем будет нам осужден чтобы они знали что с ними там будут делать каким образом российских тюрьмах издеваются над заключенными как там построена вообще эта система что это за люди существа бесы которые там сидят как каково это как может человек это делать я не знаю это очень очень тяжело я вот сидел и обдумывал я думал чтобы я вот с ними сделал с этими людьми какое им за это наказание как их можно за это наказать а я даже не знаю как как за это наказать это как ты так за пределами понимаете вселенной разума то где-то вообще я представляю это ведь только то что мы с вами увидели то что попало понимаете на этот на камеру то что они специально снимали чтобы таким образом шантажировать я начинаю представлять себе что происходит вне вот этой вот камеры вне нашего внимания то что мы с вами не видели сколько всего происходит я потом начинаю задумываться а представьте что они делали российские солдаты что они делали над нашими пленными что они делали с нашими женщинами вот эти вот истории которые рассказывают заключенные что в соседней камере там насиловали наших женщин что они это все слышали наши женщины кричали что эти вот сегодняшние вот эти сотрудники эти вот герои россии как они покрывали как они наблюдали за тем как эти российские солдаты насилуют наших женщин чеченских женщин и охраняли как сказать покой этих российских солдат сколько таких историй они ведь это все знают ведь когда они насиловали наших женщин включали специально рации чтобы наши воины могли слушать как насилуют наших женщин они включали к эти рации и транслировали это в радиоэфире но ведь это также слышали не только наши воины это ведь и сегодняшние вот эти вот кадыровские полицейские там его гвардии полки и шмалки и всякие вот это вся кадыровская элита они ведь тоже это слушали они ведь тоже знают что это все происходило понимаете когда ты вот эти кадры посмотришь это увидишь что что они там творят то что выложили гулагу нет у тебя сразу вот эта картина вся кому-то вот и все все это видел сам слышал сам у тебя все это перед перед тобой прям оживает это все понимаете поэтому очень важно я я все-таки прошу чтобы я надеюсь что они его разблокируют я хочу чтобы вы его все-таки посмотрели сломали себе психику но это надо сделать и самое интересное что кадыровская пропаганда вообще ни словом не делом никак это не комментирует последнем ролике которые выложили гулагу нет вот тот ролик о котором я говорю который ломает психику там чеченцы тоже фигурируют там чеченцев тоже ломают вот таким образом и нет никакого комментария где ты хранитель корана служитель ислама где твои хотя бы как-то прокомментируя это ладно там с этой симоньян у тебя не получилось пришлось дать заднюю здесь скажи слово как-нибудь я не знаю вы выступи что-то что-нибудь скажи что нет слабо почему такие вещи вы никак не комментируете почему твоя пропаганда не скажет ладно ты может быть теперь нельзя устая пропаганда хотя бы об этом скажет пусть как-то осветит эту ситуацию по всему снг стали известны пытки но даже после этого власть россии ничуть не обеспокоилась им плевать прекрасно знаю что граждане послушные рабы если вы посмотрите этот ролик вы поймете что это такая ситуация когда скандал должен быть нас на таком высоком уровне это не тот не тот случай когда должны наказать там вот эти вот непосредственных насильников и начальника колонии там ли ответственного я не знаю как у них называются эти должности эта ситуация когда во всей стране просто переполох может произойти когда я не знаю там президенты бывают должны уходить в отставке ну как минимум министр или как-то руководитель этой службы всем должен уходить в отставку это это просто я не знаю я у меня нет слова как я не могу подобрать слова под эту тему это очень тяжелый гады том что академик не прокомментировал эту тему потому что они там с бутылкой тоже насилуют и это для них порядке вещей ну да это одна братья одна бригада в принципе ты прав абсолютно их методы те для кого посадить на бутылку пацана было нормально для них эти кадры наверно будут тоже абсолютно нормальным на них они не окажут этого вот этого влияния которое не оказывает нормальных людей одно дело когда тебя в лагерях ломают бьют пытают но когда тебя насилует издеваются таким образом это в стране уничтожает человека морально физически и психически лишь для этого это и делают учитывая еще вот эти понятия зоновский по которым живут в этих тюрьмах после вот этой процедуры но человек уже все как бы ничтожество сразу уходит в эту низшую касту и представьте просто каково это да там те кто которые сидят на 20 лет 15 лет они должны огромную часть своей жизни провести уже вынуждена незаслуженно какой-то низшей касте короче чем больше над этим думаешь тем больше это ломает твою психику думаю русские законы нужно менять люди специально изнасилованные не должны приравниваться к насильникам и педофилам то есть к пущеным но тут мы с мы с вами точно не повлияем эти законы они как бы не в нашей компетенции вообще конечно это абсолютно несправедливо подобные вещи они несправедливы конечно саламу алейкум там со почему главный и близ чечни его шайтаны не боятся гнева вечного адского пламени наказания всевышнего алейкум ассалям потому что они не знают о нем они не представляют себе насколько это будет тяжко я не я не говорю что мы это представляем мы тоже этого не представляем вот этот вот ролик гулагу нет выложены не вот это знаете хорошая аналогия пока своими глазами вот это не увидел я я знал что это все там как бы есть присутствующие они это делают но увидеть это было очень серьезным потрясением для меня то же самое и с наказанием там адским пламенем а то же самое если бы мы это увидели нам бы этого хватило чтобы больше никогда в своей жизни делать ничего предосудительного проблема в том что мы этого не видели мы мы не можем себе это представить мы об этом говорим да мы там можем об этом очень страшно рассуждать но мы не знаем мы не представляем себе насколько это на самом деле страшно и не что не не что они